Дядя Юли со стоном проговылял разок-другой вокруг стола. «Что за ночь!» — воскликнул он. «Святой Еремия, что за ночь!» «Правда, порой случается, что у меня всё тело затекает, но это постель!» «Но этот матрас — просто кошмар!» Он тяжело плюхнулся на стул и уставился в одну точку, будто думал о чём-то важном. Малыш решил, что дядя просто не похож на себя. «И всё же я рад, всё же я благодарен этой ночи!» — заявил, наконец, дядя Юлиус. «Она сделала меня новым человеком!» «Вот и отлично! Старого-то в самом деле нужно было заменить!» Снова раздался странный голос неоткуда, заставивший Фрёгенбок опять подпрыгнуть и подозрительно посмотреть на малыша. «Это видно опять радио у Линдбергов!» — пробормотал малыш. «Наверное, теперь передача про старые машины!» Дядя Юлиус ничего не заметил. Он так углубился в свои мысли, что ничего не слышал и не видел. Фрёгенбок подала ему кофе, он машинально взял булочку. Но едва он это сделал, как из-под скатерти высунулась маленькая пухлая ручонка, которая выхватила у него булочку из руки. А дядя Юлиус этого даже не заметил. Он сидел погружённый в раздумье и, только обмакнув руку в горячий кофе, понял, что булочка куда-то девалась. Он слегка подосадовал, подул на руку и снова задумался. «Между небом и землёй есть нечто большее, чем то, о чём мы знаем», — серьезным тоном произнёс он. «Это я понял нынче ночью». С этими словами он протянул руку и взял ещё одну булочку. Тут пухленькая ручка высунулась снова и схватила и эту булочку. А дядя Юлиус опять этого не заметил и снова принялся размышлять, пока не сунел палец в рот и не укусил его хорошенько. Только тогда он оглянулся и заметил, что булочки у него в руке нет и откусить нечего. Он опять недовольно хмыкнул, но, очевидно, новый дядя Юлиус был добрее прежнего, потому что он почти сразу успокоился. Он даже не попытался в третий раз взять булочку и продолжил пить кофе в глубокой задумчивости. А булочки тем временем исчезали со стола. Они исчезали из хлебной корзинки одна за другой. И один только малыш замечал, куда они девались. Он тихонечко хихикал и осторожно совал под стол стакан с молоком, чтобы Карлоса не ел в сухомятку, а запивал бы булочки. Это Карлоса называл ретировать булочками. Фрекенбок испытала это на себе, еще когда жила у Сфансенова в первый раз. «Можно колоссально ретировать людей, поедая их булочки», — сказал Карлоса. Вообще-то он знал, что нужно говорить «третировать», но утверждал, что ретировать звучит более зловеще. И теперь Карлоса решил снова зловеще ретировать Фрекенбок, хотя она этого не поняла. А дядя Юлиус и вовсе об этом не догадался. Он не заметил, что его ретируют булочками, несмотря на все зловещее поведение Карлоса, а продолжал размышлять. Но внезапно он крепко схватил руку Фрекенбок, словно прося ее помощи. «Я должен рассказать об этом кому-нибудь», — воскликнул он. «Теперь я знаю, Фрекенбок. Это была вовсе не галлюцинация. Я не бредил. Я видел Йона Блунда». Фрекенбок вытаращила глаза. «Неужто это возможно?» «Да, возможно», — ответил дядя Юлиус. «Потому-то я и стал новым человеком в новом мире, в сказочном мире. Понимаете ли, Фрекенбок, дверь, в которой распахнулась для меня, прошедшая ночью. Ведь если Йон Блунд существует, значит, существуют и ведьмы, тролли, привидения, домовые и прочая нечисть, про которую говорится в сказках. «Может, и летающие шпионы тоже?» Пробормотала была угодливо подогнуть ему Фрекенбок, но дяде Юлиусу это решительно не понравилось. «Тх, глупости!» — отрезал он. «Болтовня газетных писак, которым никак верить нельзя». Он наклонился к Фрекенбок и пристально поглядел ей в глаза. «Не забывайте одно», — сказал он. «Наши предки верили в троллей, ведьму и прочую чертовщину. С какой стати мы должны думать, что этих сверхъестественных существ на свете нет? Мы что, умнее наших предков, а?» «Нет, утверждать подобную глупость могут лишь тупоголовые людишки». Фрекенбок не хотела показаться тупоголовой и сказала, что на свете, возможно, существует даже гораздо больше ведьм, чем мы себе представляем. Пади есть даже немало троллей, да и другой нечисти, стоит только внимательно приглядеться. Можно их даже, наверное, пересчитать. Но тут дядя Юлиус прервал свои размышления, потому что у него был назначен визит доктору и пришло время отправляться из дома. Малыш любезно проводил его в прихожую и Фрекенбок тоже. Малыш подал ему трость, а Фрекенбок помогла надеть пальто. Вид у старика был очень бледный. Бледный дядя Юлиус. Хорошо, что он идет к доктору, подумал малыш, и робко похлопал его по руке. Фрекенбок, видно, тоже была огорчена. Она с тревогой спросила, «Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье, господин Янсен? Откуда мне это знать? Я еще не был у доктора», сварливо ответил дядя Юлиус. «Да уж, кое-что в нем точно осталось еще от прежнего дяди Юлиуса. Даже если сказочный мир и распыхнул для него дверь», подумал малыш. Когда дядя Юлиус удалился, малыш и Фрекенбок вернулись в кухню. «Сейчас я выпью еще чашечку кофе и съем булочку. Да, отдохну немного», решила она. Но тут же вскрикнула, потому что на противнях не осталось ни одной булочки. Там лежал лишь большой бумажный мешок, на котором жутко кривыми буквами было написано. Стащил еще несколько булочек. «Хочу угостить весь сказочный мир» Йонплунд. Фрекенбок прочитала записку и сурово нахмурила брови. «Никто не заставит меня поверить, что Йонплунд крадет булочки, даже если он на самом деле есть. Он слишком хорошо воспитан и добр для этого. Я знаю, чьи это проделки». «Чьи же?» спросил малыш. «До этого паршивого толстого мальчишки, ясное дело, Карлосоном, что ли, его зовут. Глянь-ка, дверь в кухню открыта. Он стоял за ней и подслушивал, и прокрался туда, когда мы вышли в прихожую». Она сердито покачала головой. «Йонплунд, хорош, ничего себе! Сваливать на других, что сам натворил, и хоть бы писать научился». Малыш, не желая слушать ничего плохого про Карлосона, ответил. «Я думаю, это в самом деле сделал Йонплунд. Пошли Бимбо». Каждое утро малыш и Бимбо гуляли на вассопарке. И для Бимбо это было лучшее время, ведь там было так много симпатичных собак, и как приятно обнюхивать их и поболтать с ними. Малыш обычно играл с Христером и Гунилой, но сегодня их что-то не было видно. «Может, они уже уехали на дачу?» подумала малыш. «Ну да ладно, не так уж это и важно, пока у него есть Карлосон и, конечно, Бимбо». К ним подбежала собака, она хотела подраться с Бимбо, и Бимбо тоже был непрочнее схватиться. Ему очень хотелось показать этому глупому псу, что он о нем думает, но малыш ему не позволил. «Не смей», — приказал ему малыш, «ты слишком маленькие, чтобы драться с большой собакой». Он взял Бимбо на руки и огляделся, нет ли поблизости свободной скамьи, чтобы посидеть с Бимбо, пока тот не успокоится. Но все скамейки были заняты, погода стояла хорошая, люди загорали. Лишь в дальнем углу парка малыш нашел свободное место и уже хотел было сесть, но на этой скамейке уже сидели два человека, каждый с бутылкой пива в руке, и он их узнал. В самом деле это были Фили и Рули. Сначала малыш так испугался, что был готов убежать, но в то же время его словно притягивало к этой скамейке. Ему очень хотелось узнать, продолжают ли Фили и Рули охотиться за Карлосоном. А сейчас ему представлялся такой случай. Да и чего, между прочим, ему боятся. Фили и Рули никогда его не видели и не могли узнать. Отлично, просто отлично. Он может сидеть рядом с ними сколько угодно. Так всегда поступают в приключенческих книжках, когда хотят что-нибудь выведать. Сидят себе тихонечко и слушают, пока не надоест. Малыш уселся на скамейку, навострил уши и стал разговаривать с Бимбу, чтобы Фили и Рули не догадались, что он подслушивает. Сначала ему показалось, что многого узнать не удастся. Фили и Рули пили пиво и молчали. Это длилось довольно долго. Затем Фили громко и язычно рыгнул и сказал, «Ясное дело, поймать его можно, ведь мы знаем, где он живет. Я много раз видел, как он туда залетал». Малыш от страха еле дышал. Он был в полном отчаянии. Теперь Карлосону придет конец. Фили и Рули нашли его домик на крыше. Да, теперь все пропало. Всему конец. Малыш стал кусать пальцы, чтобы не расплакаться, но в самый критический момент Рули сказал, «Да, я тоже не раз видел, как он туда влетал. Это та самая квартира, в которой мы были прошлым летом. В доме номер двенадцать на четвертом этаже на дверной дощечке написано «Свансена». Я проверял. Глаза малыша стали круглыми от удивления. Неужели он не ослышался? Неужели Фили и Рули в самом деле думают, что Карлосон живет у свансенов? Какая удача! Ведь это значит, что Карлосон может жить более или менее спокойно в своем домике. Фили и Рули не нашли его, вот это да! Между прочим, чему тут удивляться? Ни Фили, ни Рули и никто другой по крышам не лазают, кроме трубочиста. Но если даже Рули и Фили не знают про домик Карлосона, все равно опасность велика. Бедный Карлосон, они начали на него охотиться всерьез, а этот дурачок не заображает, что нужно прятаться. Фили и Рули снова помолчали, но вдруг Рули сказал так тихо, что малыш едва расслышал его слова. Пожалуй, сегодня ночью. Тут, наконец, Фили заметил, что кто-то сидит рядом с ними на скамейке. Он поглядел на малыша, громко кашлянул и сказал, да, пожалуй, сегодня ночью, пойдем копать дождевых червей. Но малыша было не так-то легко провести. Он понял, что Фили и Рули собрались делать этой ночью. Они попытаются поймать спящего Карлосона, думая, что он живет из фантасонов. «Я должен сказать об этом Карлосону», подумал малыш, «и как можно скорее». Но увидеть Карлосона он смог лишь во время обеда. На этот раз он не влетел в окно, а позвонил, как положено, в дверной звонок. «Ах, как хорошо, что ты пришел», начал было малыш, но Карлосон, не слушая его, промчался прямиком в кухню к Фрёкинбок. «Что за гадость ты сегодня готовишь?» спросил он. «Что-нибудь несъедобное, как всегда?» «Можно будет прожевать твою стряпню нормальными зубами?» Фрёкинбок стояла у плиты и пекла оладьи, потому что дяде Юлис их жевать было легче, чем цыпленка. Услыхав за спиной голос Карлосона, она пролила целую поварёшку теста на плиту. Разъярённая обернулась к нему и закричала. «Ах ты, да ты, ах ты бесстыдник! И хватает у тебя совести являться сюда и глядеть мне прямо в лицо, паршивая воришка!» Карлосон прикрыл глаза пухлыми ручонками и хитро поглядывал в щёлочку между пальцами. «Сойдёт, если сильно не приглядываться», сказал он. «Хоть ты и не первая красавица на свете, однако привыкнуть можно ко всему. Самое главное, что ты доброе. Дай мне оладьев!» Фрёкинбок злобно посмотрела на него, потом повернулась к малышу. «Послушай-ка, разве твоя мама говорила, что должна кормить этого противного мальчишку?» спросила она. Малыш, как всегда, начал мямлить. «Во всяком случае, мама считает, что Карлосон...» «Отвечай, да или нет?» «Говорила твоя мама, что Карлосон будет у нас кормиться». «Она, во всяком случае, хочет, чтобы он попытался было схитрить малыш, но Фрёкинбок резко оборвала его». «Отвечай, да или нет?» тебе говорят. «Неужели так трудно ответить, да или нет, на простой вопрос?» «А ты думаешь, легко?» вмешался Карлосон. «Вот я задам тебе простой вопрос, и сама увидишь. Вот послушай, ты перестала пить коньяк по утрам, да или нет?» Фрёкинбок ахнула и буквально задохнулась. Она хотела что-то сказать, но не смогла. «Ну так как же?» продолжал Карлосон. «Перестала ты пить коньяк по утрам?» «Да, конечно, она перестала», поспешил сказать малыш, желая помочь Фрёкинбок, но она пришла в ярость. «Вовсе нет», крикнула она с такой яростью, что малыш до смерти испугался. «Нет, нет, она не перестала», заверил он Карлосона. «Печально это слышать», сказал Карлосон. «Пьянство приносит много бед». В горле у Фрёкинбок что-то булькнуло, и она опустилась на стул. Но малыш нашёл, наконец, нужный ответ. «Она не перестала, потому что никогда не начинала», сказал он Карлосон с упрёком. «Что я говорил?» воскликнул Карлосон, обращаясь в Фрёкинбок. «Сама видишь, глупышка, что нельзя на каждый вопрос отвечать просто да или нет. Дай-ка мне оладьев». Но Фрёкинбок меньше всего на свете хотела угощать Карлосона оладьями. Разъярённая, она бросилась к кухонной двери, распахнула её на стеж и завопила «вон! Вон отсюда!» И Карлосон ушёл. С гордо поднятой головой он подошёл к двери и сказал «Я ухожу! Ухожу с радостью! Найдутся и другие, кто умеют печь оладьи!» Когда Карлосон исчез, Фрёкинбок посидела немного молча, словно отдыхая. Потом она с тревогой посмотрела на часы. «Что это твой дядя Юлий так долго не возвращается?» «А вдруг он заблудился?» «Ведь он не очень-то хорошо знает Стокгольм!» Малыш тоже встревожился. «Да! Вдруг он не найдёт дорогу домой!» И как раз в этот момент в прихожей зазвонил телефон. «Это, наверное, дядя Юлий звонит, хочет сказать, что заблудился!» Фрёкинбок пошла, чтобы взять трубку, и малыш последовал за ней. Но малыш понял, что звонил не дядя Юлийс, потому что Фрёкинбок гневно сказал, «Вот как? Это ты, Фрида? Как ты себя чувствуешь? Нос у тебя цел?» Малыш не хотел слушать чужие телефонные разговоры. Он сел и стал читать книгу, но из прихожей до него доносились неразборчивые слова. Разговор длился минут десять. Малыш даже проголодался. Ему хотелось, чтобы это бормотание скорее прекратилось. Дядя Юлийс пришел домой, и они, наконец, сели за стол. Между прочим, он хотел бы приняться за еду прямо сейчас. И как только Фрёкинбок положила трубку, он выбежал в прихожую, чтобы сказать ей это. «Ладно, сейчас накормлю тебя», милостиво согласилась Фрёкинбок, и первая пошла в кухню. Но в дверях она остановилась. Ее мощная фигура застряла в двери, и у малыша ничего не было видно. Услышал только ее злобные крики. Когда же и он из любопытства протиснул голову в кухню, то увидел там Карлосона. Карлосон сидел за столом и приспокойно ел оладьи. Малыш испугался, решив, что Фрёкинбок сейчас убьет Карлосона. Но она лишь бросилась к нему и выхватила тарелку с оладьями. «Ах ты, 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 ты дыряной мальчишка!» закричала она. А Карлосон в ответ слегка рыгнул. «Не трогай мои оладьи!» воскликнул он. «Я их честно купил у Линдбергов за пять эры». Он разъянул рот и запихал в него чуть ли не него с оладьей. «Я же говорил, найдутся и другие, кто умеет печь оладьи. Нужно только принюхиваться к запахам и обязательно попадешь туда, где их пекут». Малыш даже пожалел Фрёкинбок, ведь она уже начала заговариваться. «Где же тогда мои оладьи?» промямлила она и взглянула на плиту. Там стояло блюдо с её оладьями и теперь оно было абсолютно пустое. Увидев это, она снова пришла в ярость. «Гадкий мальчишка!» закричала она. «Мои оладьи ты тоже слопал». «А что, если это не я обижена?» сказал Карлосон. «Ты готова всё на меня сваливать?» В этот момент на лестнице послышали шаги. Наверное, это шёл дядя Юлиус. Малыш обрадовался, потому что тогда ссора прекратится. А ещё потому, что дядя Юлиус не заблудился в многолюдном городе. «Вот хорошо», сказал малыш. «Значит, он всё-таки нашёл дорогу домой». «Это потому, что для него были оставлены повсюду условные знаки», заявил Карлосон. «Иначе он ни за что бы не догадался, куда ему идти». «Что за знаки?» удивился малыш. «Знаки, которые я оставил», объяснил Карлосон. «Потому что я самый добрый на свете». Но вот в прихожей раздался звонок, фрёкенбок пошла открывать дверь, а малыш поплёлся за ней, чтобы поприветствовать дядю Юлиуса. «Добро пожаловать домой, господин Янсен», сказала фрёкенбок. «А мы уже подумали, что ты заблудился», добавил малыш. «Но дядя Юлиус не ответил ни фрёкенбок, ни малышу». «А для чего это кто-то повесил оладьи на каждой дверной ручке во всём доме?» строго спросил он. Он пронзительно посмотрел на малыша, а малыша страхом пробормотал. «Может, это Йон Булунд?» Тут он запнулся, недосказав фразу, и бросился в кухню, чтобы отчитать Карлосона. Но там он увидел только два пустых блюда из-под оладьи и лужицу варенья, пролитую на клеёнку там, где сидел Карлосон. Дядя Юлиус малыш фрёкенбок ели на обед пудинг. Он тоже был вкусный. Малышу пришлось сбегать в молочный магазин за этим пудингом. Он не стал отказываться, когда фрёкенбок послала его купить пудинг, потому что хотел посмотреть, как выглядят дверные ручки с нацепленными на них оладьями. Но никаких оладий на ручках не было. Он пробежал по всей лестнице, проверил все ручки, но не обнаружил ни одной оладьи и решил, что дядя Юлиус это выдумал. Однако, спустившись в стебюль, он увидел Карлосона, сидевшего на нижней ступеньке. Тот ел оладьи. «Люблю оладьи», сказал он. «Это дяденька Юлия сказколюб, обойдется и без условных знаков. Теперь он знает дорогу. Несправедливо же наша домозлючка», добавил Карлосон, презрительно хмыкнув. «Сказала, что я съел ее оладьи, а я был невиновен, как овечка. Потому я решил их съесть теперь, чтобы не пропадали». Малыш смеялся. «Ты самый лучший в мире пожиратель оладьев? Вот ты кто, Карлосон», сказал он. Но тут он вспомнил что-то важное и принял серьезный вид. Он вспомнил про ужасную новость, которую узнал от Филли и Рули. Наконец-то он сможет сообщить ее Карлосону. «Я думаю, не собираются поймать тебя сегодня ночью», с волнением, сказал малыш. «Ты понимаешь, что это значит?» Карлосон облизал свои жирные пальцы и издал какой-то звук похожий на довольное мурлыканье. Это значит, что мы нынче вечером повеселимся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok